Андрей Михайлович Борзенко. Это во мне голливудский Рокки Бальбоа и его создатель Сталлона, которому и в страшном сне не пришел бы в голову такой сюжет. Красный гладиатор в Бухенвальде. Его морят голодом, ломают ноги, но он продолжает биться и побеждать, унижая и роняя в грязь лица чистокровных арийцев из СС. Андрей Михайлович Борзенко родился в 1920 году в Ташкенте. Спортсмен с несгибаемым духом, комсомолец и двукратный чемпион Узбекистана по боксу, был призван для прохождения службы в Киевском военном округе в мае 1941 года. Андрей радовался возвращению на родину, откуда в начале 30-х годов выслали его семью. Однако мечта погулять по Крещатику и Андреевскому спуску у солдата не сбылась. За два дня до долгожданного увольнительного Германия напала на СССР. Советские войска по приказу Сталина удерживали Киев на протяжении двух месяцев, что привело к огромным жертвам и окружению более 600 тысяч красноармейцев. Одним из них оказался наш герой, который до конца 1941 года содержался в лагере для рядовых шталаги. В задачи пленных из шталага входило восстановление Киева после боев. Кормили их раз в день, и они быстро превращались в дистрофиков. За еду пленные дрались и даже убивали друг друга. Однажды один военнопленных подошел к товарищу Борзенко, чтобы отобрать паек, но боксер одним ударом в челюсть отправил подонка отдыхать. За эффектный удар Андрею выдали отдельную пайку, которую тот разделил с товарищами. Весной 1942 года Борзенко отправили в знаменитый Бухенвальд. Горы трупов, стойкий сладковатый запах горелого человеческого мяса и ощущение затаившейся смерти – первые впечатления Андрея от страшного лагеря описаны в книге Георгия Сверидова «Ринг за колючей проволокой». Нацисты назначили выносливого спортсмена-бригадиром на каменоломне у богатых фермеров. Андрей щадил подчиненных, направляя особо истощенных на более легкие работы. А его самого в конце каждой недели ожидал боксерский поединок. Заместитель начальника Бухенвальда был ярым фанатом бокса. Он приказал отыскать среди пленных самых сильных отлетов. Борзенко бился с поляками, венграми, а также с самими немцами, которые желали помериться силами. Борзенко обладал отличными навыками, был мобильным, тактически грамотным и имел туза в рукаве, мощнейший апперкот с левой. Благодаря которому почти все поединки Борзенко оканчивал нокаутом. Непобедимый унтерменш сильно бесил немцев. Андрею урезали пайку, били и грозили расстрелом. А однажды даже сломали прикладом ногу, из-за чего заключенный не мог драться полгода. А впоследствии покалеченную ногу ему пришлось и вовсе отнять. Помимо боксерских поединков Борзенко участвовал в работе подпольщиков в концлагере, но это не точно, сведения об этом разница. Он помогал собирать оружие, рыл подкопы и устраивал диверсии. Узники ценили непобедимого товарища, который был символом несокрушимого духа и надежды на скорую победу, и подкармливали Андрея, чтобы он невзначай не свалился в голодный обморок прямо на ринге. Самый тяжелый бой Борзенко провел против огромного эсесовца по имени Вилли. Двухметровый ариец был прирожденным палачом и забавы ради убивал истощенных, но сопротивлявшихся перед отправкой в газовую камеру заключенных одним ударом. В сравнении с немецким великаном Андрей выглядел мальчиком. Наш боксер сразу понял, что перед ним опытный коварный боксер, владеющий разнообразной техникой и приемами. В первых раундах он чудом отбивался от тяжеленных ударов от кормленного головореза, описал бой писатель Сверидов. Вилли бесился, что изможденный советский солдат не падает от его сокрушительных ударов, пусть и нанесены они были в защиту. Он начал хитрить, открывая подбородок, чтобы поймать Андрея встречным джебом. Но Борзенко разгадал хитрый план немца и не лез в ловушку. Но силы его тем не менее таяли. Он опасался, что едва ли протянет еще один раунд. Тогда и он пошел на хитрость. После очередной серии ударов немца, он сделал вид, что его встихнуло, и он зашатался. А когда Уволин Вилли полез его добивать, Андрей влепил ему свою коронку в правую челюсть и под радостные крики заключенных, его бесчувственная туша свалилась на помост. Андрей Борзенко в общей сложности одержал 80 побед и ни разу не проиграл ни один бой. Боксер пробыл в Бухенвальде до самого освобождения концлагеря в апреле 1945 года. Вместе с другими узниками он использовал накопленное в тайниках оружие против охранников. Осесовцы бежали, а американцы прибыли в концлагерь уже после окончания восстания. Каждому свое говорилось на воротах Бухенвальда, и Андрей трактовал ее неожиданным образом. Боксировать из-за покалеченной ноги на прежнем уровне он не мог, поэтому выучился на хирурга и спасал жизни уже в мирном Ташкенте.